Я могу сказать, что это мой праздник. Дедушка у меня погиб на войне, отец всю жизнь служил в армии. И у нас было принято третий тост выпивать, молча, стойничок, а если поминать своих лучших, как героев, прежде всего. И, наверное, вот эта страна живет вместе во многом, потому что мы вместе воевали против одного врага. Ну и я хочу спеть несколько песен, которые были написаны в разное время по поводу нашей с вами общей гордости. Да, еще одна вещь, которую я хочу с вами поделиться, мне нравится рассказывать новые мысли свои, собственно, моим товарищам. Я в этом году, в прошлом году ездил, в очередной раз ездил под город Ржев, где пацаны, школьники копают павших наших дедушек и бабушек. Они за сезон выкопали 1040 человек за два месяца, у которых 38 жетонов было и всего 10 жетонов прочитали. Я подумал, что, наверное, знаете, мы с вами не имеем права жить плохо, потому что вот эти люди, которые там лежат сейчас, за что они там погибли? Неужели за то, чтобы у нас там были какие-то кризисы, чтобы мы жили в грязных подъездах, чтобы у нас были неметенные улицы, чтобы у нас было в душе что-то такое? Надо просто хотя бы из чувства обычной человеческой обязанности перед своими родственниками, которые, зачем они это все делали? Просто чтобы стать удобрением, чтобы землей стать? Нет, я думаю, что не до этого. Я думаю, все-таки не надо искать никаких особенных, никаких высших смыслов в этом. Это наша с вами жизнь, это наша с вами гордость и, я очень много говорю, извините, ополчение 41-го года, Москва, осень, 16 октября, всеобщая паника, потому что всю жизнь Красная Армия всех сильней, всех японцев, финнов и всех остальных на лопатки положили, а тут прошло 4 месяца, и за 4 месяца вся Красная Армия попала в плен или была разбита. И под Москвой началась операция тайфун, и ничего с этими немцами сделать нельзя, сколько туда войско техники не бросают, все это перемалывается и продолжает наступление на Запад. И вот 41-й год, октябрь месяц, когда все уже были готовы уехать, и в это время произошло чудо, что немцев остановили. И они попятились, попятились назад. ПЕСНЯ 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 Я пытаюсь придерживаться тех песен, которые вы попросили написать. Еще одна такая песня, которая мне стоила очень много жизни, на самом деле, я очень много о ней думал и работал. Это песня про танк Т-34, когда вот этот танк, его создавали как лучший танк всех времен и народов, чтобы он был лучший и дешевый. Это сделать, сами понимаете, очень трудно, практически невозможно, но вот это получилось. И танк стал символом таким. Вообще любая техника вот такого уровня, которая делается... Я читал книжку о самолете Ил-2, и там написано, что броня, которая защищает экипаж и двигатель, она сделана была гениально, без всяких компьютеров, без всяких вычислительных средств. Люди просто по наитию сделали так, что она была и легкая, и держала снаряды немецкие, и защищала, и летела хорошо. Ее было ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Да, и вот Т-34 – это тоже такое, знаете, создание российского гения, я бы сказал, русского гения. Здесь неважно название, национальность и важна, так сказать, культура. Вот очень маленькое заброневое пространство, дизель, который работал на солярке. Вот, и, ну, было масса недостатков у него, маленькое место для того, чтобы работали люди. Но, как только немцы с ним столкнулись, то сразу же, значит, Гудериан, в приказном порядке практически, сказал, что надо этот танк начать серийно производить в Германию, чтобы с ним воевать нормально. Вот, и вот, то есть его делали, перед войной главный конструктор танка Кошкин совершил пробег на нем в Москву, заболел и умер, то есть душа человеческая пошла, ушла в танк. Танк делали, значит, делали на заводе в Нижнем Тадиле, где не было еще крыши, не было стены, а станки уже стояли, к ним был подведен ток, и точили детали, жены, женщины, дети, вот. Делали его, собирали деньги на него все, в том числе, например, генерал Баграмян, он еще был не маршалом, а генералом, он сдал деньги на два танка, свою зарплату сдавал. Ну и после войны танк стал основным, как бы, памятником подвигу советского народа, вот. И, слава Богу, сохранилось очень много этих машин, благодаря именно тому, что их ставили на постамент, и он там сохранялся. В отличие, допустим, от строя... Сделали их, да, сделали больше всего в мире эти танков 52 тысячи штук, вот. А самолет Ил-2, например, который было выпущено 42 тысячи штук, он вообще не сохранялся, потому что их делали из фанеры, представляете, да? То есть корпус, вот эта корыда броневая железная, а задница, значит, вся из фанеры. Поэтому, когда кончилась война, их было там десятки тысяч штук, но они стали гнить, плесневеть, поэтому их просто разрезали и утилизировали. И поэтому сейчас их практически не осталось. Точно так же, как истребители наши замечательные, Як-3, там, вот, как этот самый Лавочкин тоже самое делали. Мотор металлический, а корпус из дерева. Ну ладно, Т-34. Это мысли сверкающих ввысь О победе в любой войне И металлом одетый смысл, Что на свете мы всех сильней Это правило, где лежит гениальная простота И конструктора главного жизнь, Перешедшая в этот танк. Это холод гулких цехов И под небом пустым станки Дети с бабами у станков На войне давно мужики И бумага последних рублей, Припасенных на черный тень И колец обручальных блеск, Снятых тысячами людей И в наушниках заводи И прорвать оборону приказ Ну, родимый, не подведи И до самого пола газ И болванки в башню удар И застывший радистов взгляд И фанерная в поле звезда И сто грамм заподивших ребят И проломленная броня Всех немецких зверей стальных И Москва в золотых огнях Под победным небом страны Это щит наш и это меч Это наша прямая речь Средство выжить народом мою В этом бешеном мире Это скорость и сила огня Это люди сильнее, чем броня Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Это ржи золотой посев на холмах боевых полей Это памятник у шоссе с одинокой гвоздикой в стволе Это путь идущих вперед молодых и сильных машин Что начало свое берет из твоей славянской души Это щит наш и это меч, это наша прямая речь Средство выжить народам моим в этом бешеном мире Это скорость и сила огня, это люди сильней, чем броня Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Т-34 Ну знаете, песня такая пафосная Я немножко не очень люблю громкие пафосные песни Мне больше нравится то, что вот обычное Мне больше нравится Капитан Тушин, чем Пьер Безухов Потому что Капитан Тушин это как раз то, что составляет главное содержание любой победы Это вот люди, которых награждали в самую последнюю очередь О которых вспоминали, может быть, а может быть и не вспоминали Которые не лезли в первые ряды, которые считали, что я живу и слава Богу Вот и вот такая песня Танкиста называется Я ее люблю больше, чем Т-34 А в люк втекает воздуха вино И бьется синим жилка у виска Давай-ка, брат, покурим по одной И вдаль поедем смерть свою искать Послушаем кузнечиков в траве Оркестр их военно-полевой Пусть погуляет ветер в голове Пока ты целый, трезвый и живой Пусть погуляет ветер в голове Пока еще ты целый и живой А впереди неведомая таль В которой растворится твоя жизнь Тридцать четверти Лучшая деталь Танкиста прокопченый организм Тридцать четверти Главная деталь Танкиста прокопченый организм А если уж не обойтись без слов Давайте скажем правду о войне Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней И машут вслед зеленые вершины И на реке шатается вода Да ты не трусь, железная машина Тебя в обиду экипаж не даст Да ты не трусь, зеленая машина Тебя в обиду экипаж не даст